Следующим номером нашего концерта станет дуэт, причём дуэт очень неожиданный. Очень неожиданный. На сцене вместе друзья-соперники Эркин Халматов и Сергей Савин не вешать нос Гарты Марины. Встречайте! По воле рока так случилось, или это нрав у нас таков? Скажи твоим, зачем нам милость? Какое множество врагов. Но на судьбу не стоит злиться, там у других вдали Бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь не вешать нос Гарта Марины, дурно ли жизнь? И хороша. Единый парус и душа. Единый парус и душа. Судьба и Родина в единых. В делах любви, как будто мирных, стезя влюблённых, такова, что русский вклад за счастье милых, не кошелёк, а голова. И вешать нос Гарты Марины, дурно ли жизнь? И хороша. Единый парус и душа. Единый парус и душа. Судьба и Родина в единых. Судьба и Родина в единых. Судьба и Родина в единых. Мне кажется, наверное, вы успели подружиться на проекте, а? Ну, наверняка все поняли, что у нас нет каких-то вражеских намерений по отношению друг к другу. Мы очень дружны и очень любим друг друга по-дружески. Итак, что по этому поводу скажут судьи? Роман Емельянов. Мне вспоминается замечательный мультик, который из Простоквашина «Шарик, ты балбес». Причём относится это к обоим, потому что такой мог быть номер, такая офигенная для вас песня, такой подарок. И так безалаберно оба к этому подарку отнеслись. Фактически испортив всё, что было перед этим, на мой взгляд. Оба. У вас ещё меньше и меньше фанатов, вы весь, Роман. Да их практически уже нет. Мне одного Краснова хватает. Только... Сроч торчит у подъезда, автографа ждёт. Да, не говори. Его группы здесь сидят и аплодируют. Борис Аркадьевич, вам дадут слово. Вам дадут слово. Не надо говорить вне очереди. Да, собственно говоря, вот очередь. Да, слово Борису Краснову теперь говорить. Ну, ладно. Вы знаете, я считаю, что, опять же, в рамках нашего проекта, мне кажется, что ребята выполнили. Ну, там один у нас более... мой более наглый. Иркин там стрельнуть не успевает. Ну, текст-то такое дело. А, в принципе, было всё по-доброму, по-моему, и мило. По крайней мере, зрителям понравились их взаимоотношения. Спасибо. Лолита, как вам дуэт? Ну, я не могу сказать, что состоялся дуэт. Я видела сольное выступление Серёжи Савина, который жил отдельно в песне. Я видела Иркина, который растерялся, который Серёжа Савин, в хорошем смысле, конечно, энергетически задавил. Но этот вопрос к Иркину. Почему ты находишься в дуэте, это твой партнёр? И почему бы не тянуться в данном случае к человеку, который и старше, и в данном случае уже опытней? Ты просто взял такое ощущение, что ты так растерялся, и текст забыл, и потом пушка эта не стреляет у тебя, у него всё стреляет. Он живёт отдельно. Идёт единственное, Серёжа, мне по-человечески, мне очень хотелось, чтобы ты ему протянул руку помощи. Не тогда, когда вам режиссёр сказал друг другу повернуться, а по-человечески почувствует, что здесь у нас не очень клеится в 16 лет. Вот мне не хватило твоей человеческой отдачи. Ты думал только о себе. Вот почему для меня не было дуэта. Да ну запороли всё, ну что такое, я не знаю. Что вы говорите, Сергей? Я не могу согласиться. Это тебе просто, Лола, тебе просто так показалось. А больше, больше бы плюсов было. Тебе хотелось самой выбежать помочь, а там был Серёжа на сцене, ты решила, что он поможет. А в этом и смысл существования на сцене, когда человеку не жалко делиться, а не ходить под себя. Видели, как вы в КБД? Иркина мне не жалко ничего, честное слово. Он очень молод, Лолита, чтобы ходить под себя. Я так видела. Спасибо большое. Алла Борисовна, а что вы сказали об исполнении этой песни Иркином и Сергеем? У меня нет слов просто. Я уже... И у вас тоже. У Иркина их не было и у вас теперь. Это заразно. Ну, два из всех конкурсантов, которые поют, танцуют, которые здесь. Остались двое, но самых таких оригинальных, что ли. И тут дуэт не просто дуэт, это конкурсный дуэт. Лолита. Понятно, что другу руку помощи можно подать. Но в данном случае, что же, память свою отдать, выйти из образа, что нужно... Подсказать текст. Как? Если он стоит вот так. Вот я про это и говорю. Как? Надо сказать... Я слова забыл, а мне отрекаются, ребяток. Вот в образе стоял гитарист, я к нему подхожу, говорю... И так музыка такая, та-та-та-та-та, говорю... Не отрекается, ребят, а как дальше? И он так же в образе играет, и говорит, не знаю. Так что тут уже... Алла Борисовна, а вы не видели, как Киркоров забыл слова песни на премии Муз-ТВ, вот буквально пару дней назад? Видел, видел. Тоже отлично выпутался. Да он сделал специально, чтобы все видели, что живьём поёт. Да не, что. Вернёмся к нашим конкурсантам. Песня пафосная, честно говоря. Я не очень люблю эту песню. Вот. Вот и всё, что я хочу сказать. Что ж, дорогие телезрители, пожелаем не вешать нос Эркину Халматовой и Сергею Савину. Молодцы! Молодцы!